Всем привет! Сегодня хочу дать вам рецепт очень универсальной глазури. Эта глазурь получается очень яркая, очень простая в работе. Ее можно сделать любых цветов, что очень актуально для каких-то детских тортиков. В ней в составе нет шоколада, при этом она получается очень вкусная и не резиновая. Делается все очень просто и довольно-таки быстро. А смотрится очень красиво. Для начала нам понадобится желатин. Одну чайную ложку желатина нужно замочить двумя столовыми ложками воды. И сразу же сюда в желатин я буду добавлять водорастворимый краситель. Если краситель у вас жирорастворимый, значит добавляйте его на следующем этапе. Если водорастворимый, либо сухой, добавляйте его сюда к желатину с водой. Он тогда лучше растворится и ваша смесь будет более яркая. У меня в этот раз красный. На следующем этапе добавляю сливки, сахар и обычное сливочное масло. Ставлю эту смесь на огонь. Нам нужно ее уварить, чтобы получилась такая сгущенка. Увариваем где-то минуток 5-6 на небольшом огне. Помешиваем немножечко. В теории можно сварить такую смесь и из молока, но тогда нужно будет варить подольше, чтобы она чуть более густая стала. Добавляем набухший желатин, который у нас набухал минут 5-20. Добавляем его к горячей смеси после того, как она уварилась и перемешиваем до растворения желатина. Затем смесь нужно перелить в какую-то емкость, которую потом мы можем подогревать либо в микроволновке, либо на паровой бане. И оставляем ее остывать часа на 2-4, чтобы она полностью стабилизировалась и стала густой. После этого мы ставим эту емкость в микроволновку и импульсами секунд по 10 подогреваем, добиваясь нужной нам консистенции. Она должна стать не сильно прям жидкой, как водичка, чтобы удобно было делать потеки, чтобы они не стекали у вас прям в самый низ. Посмотрите, вот такая вот у меня консистенция, немножечко вот такая вот прям густенькая. Торт должен быть охлажденный, холодненький после холодильника и делаем на нем потеки. Если потеки у вас получаются коротковатые, подогревайте смесь. Если длинная, смесь нужно немножечко остудить. И регулируйте количеством смеси потеки. Посмотрите, я всегда их делаю вот такими вот разными, никогда не делаю одинаковой длины. Это очень шаблонно смотрится. Все потеки должны быть разные. У меня в задумке серединка будет посыпана печенькой, крошкой печенья. Поэтому я делаю только вот такие вот боковушки. Чуть-чуть еще в микроволновку поставила, чтобы размягчилась смесь и чтобы она лучше выравнивалась сама собой. И вот так вот накладываю, подравниваю и она еще не так быстро схватывается. И хорошо выравнивается, не получается горбатой. А в саму серединку я насыпаю крошку печенья, разравниваю и потом на эту крошку я буду выкладывать фрукты и печеньки. Получается очень яркий и очень красивый торт. Очень быстрые и очень яркие потеки. Обязательно пользуйтесь этим рецептом. Очень буду ждать ваши комментарии и пальцы вверх. Готовьте с удовольствием и живите здорово. А с вами как всегда был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.